В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Всем здравствуйте. И свое особое мнение сегодня высказывает член Общественной палаты России Тахир Мамедов. Тахир Олевич, добрый день. Добрый день, Светлана. Вот надо сказать, что на последнем пленарном заседании Общественной палаты Кировской области Тахир Олевич озвучил такой интересный момент, что оказывается мы единственный регион в Российской Федерации из 85, где член Общественной палаты Российской Федерации не является членом Общественной палаты региона. Да, так точно. Как сложилась такая ситуация и как вы в ней себя чувствуете? Ну, вы являетесь членом Общественной палаты Кировской области и, наверное, следили, как происходило принятие закона. А, еще не при вас, еще было принятие закона. Но, тем не менее, вы как активный гражданин и журналист следите за этой ситуацией. Но когда у нас принималась редакция новая, вернее, изменение в закон об Общественной палате Кировской области, там были вот некоторые нововведения, включая то нововведение, что член Общественной палаты Российской Федерации, если он таковым становится избранный из состава членом Общественной палаты региональный, должен сложить свои полномочия членам Общественной палаты, не только, значит, секретарям палаты, как предусматривает закон федеральный, но и членство прекращается, его членство в Общественной палате региона. Ну, я, конечно, пытался как всячески, как мог сопротивляться, или как, не знаю, как сформулировать. Я писал письмо и правительству области, и писал законодательное собрание, и общался в глуарах, как говорится, но, к сожалению, в тот момент Михаил Валентинович, Лихачев, покойный мнение, депутат, который проводил этот закон, ну вот, ему удалось так провести. Я не знаю, как это удалось провести через контролирующие органы, насколько вам известно. Кто вообще был этой идеей? На самом деле, до сих пор для меня загадка, почему они так решили сделать, ну, вот тут просто для меня загадка. К чему это привело в итоге? Привело? Вы уже почувствовали на себе, что это влияет на вашу работу совместную с Общественной палатой Киевской области? Ну, мы, наверное, сегодня будем говорить о нашей совместной работе. Как таковой активно взаимодействия с Общественной палатой региональной и федеральной, к сожалению, не имеется. В этом смысле ни тепло, ни холодно. Но есть определенные моменты, чисто такие организационные. Я являюсь общественным деятелем, выдвинутым Общественной палатой региона, при этом я не состою в Общественной палате региона. Ну, даже морфологически это нелогично просто. Это просто звучит даже не так. Но, насколько я понимаю, на последнем пленарном заседании принято предложение изменить это состояние дел, и уже со следующего созыва Общественной палаты вполне возможно, да? Ну, это не то, что возможно, а так иначе не может быть, потому что это противоречит, нынешнее положение вещей не противоречит федеральному закону. Вот, и к тому же, допустим, неудобство. Дело в том, что члены Общественной палаты Российской Федерации во всех субъектах федерации являются членом Совета региональной палаты. А членом Совета региональной палаты не может быть человек, который не является членом региональной палаты. То есть, вот там есть достаточно немало коллизий. Вы не можете присутствовать на Совете? Я могу поприсутствовать как лицо, кто не имеет права голоса. Но есть там подобного рода мелких, но организационных неудобств. В конечном итоге они не способствуют взаимодействию членов Общественной палаты России с региональной палатой. Переходим к этому вопросу о взаимодействии Общественной палаты Российской Федерации региональной палаты. Естественно, когда Вы это озвучили на пленарном заседании, я за это зацепилась, и для меня это прозвучало как-то странно, потому что мне казалось, что как раз должно быть очень тесное, очень тесное взаимодействие и лучшие практики любых региональных палат должны рассматриваться на Совете и реализовываться. Что мешает этому взаимодействию плотному? Я полагаю, что повестка. Вот идя сюда, я еще раз открыл закон о региональной общественной палате как модельный закон, который на сегодняшний день принят. Модельный закон о региональных общественных палатах и наш региональный закон о региональной общественной палате. Вы знаете, интересное наблюдение Или интересное, не то чтобы открытое Для меня это не является открытием Повестка Цели и задачи региональной общественной палаты Вот если кому-то интересно Я не буду сейчас перечислять их Я прошу, если кто-то этим интересуется Просто откройте, посмотрите И сайт, или там консультант Любой гарант, любой Значит, любой базу Где есть этот закон И вы там увидите На самом деле Основная идея создания общественной палаты И основной целью этого органа Являются не активные гражданские инициативы собственные Ну что тоже, в общем-то, приветствуется Это стимулирование развития гражданских активистов И организации общественных объединений На территории, где они созданы То есть главная цель Не то, что там члены общественной палаты Должны взять в руки линейку Там ходить, мерить ямы И говорить, что плохо Это замечательно Это конкретная польза От конкретных людей Это только можно поприветствовать Но все-таки главной целью создания региональных Собственно, и федеральной общественной палаты Является Что эти институты должны способствовать Развитию системы гражданского оборота людей Организовать людей Организовать общественные институты И помочь им в развитии Ну вот я пока тут не вижу противоречий То есть и у той, и у другой палаты Единые задачи Абсолютно верно Так вот я возвращаюсь к повестке Если мы посмотрим повестку региональных Общественных палат В основном своем В Киевской области Не исключение То есть системной работы Формирования гражданского общества Отсутствует И в этой повестке Общественные палаты региональные Горизонтально И общественная палата регионов И федеральная общественная палата Они вертикально в данном случае Скорее всего тоже горизонтально Должны было бы быть С моей точки зрения Так вот Отсутствует единая повестка Когда я выступаю Что главной причиной Отсутствия более или менее Насыщенной повестки взаимодействия Между региональными палатами Включая Киевскую область И общественной палатой Федерации Являются разные повестки То есть мы живем В разных парадигмах Мы собираемся В общественной палате России Да, вот как там происходит Скажите На сегодняшний день Вот без ложной скромности Это является в некотором смысле Действительно Институт формирования Формулирования Если хотите Трендов развития гражданского общества И в этом смысле Если мы возьмем Доклад о состоянии гражданского общества Там федеральной И региональной Любой Включая Киевскую область Мы найдем Разительные Такие Отличия Когда региональные доклады Включая Киевскую область Некий статистический Сборник Информации О том Что происходит А если мы берем Федеральный доклад Там Есть попытка Даже я бы сказал Не попытка А именно Успешное Изложение И достаточно Доступное Изложение Того Что происходит С гражданским Обществом Какие есть Вызовы Тревоги Какие есть Тенденции Развития Общества И на что Следует Обратить внимание Допустим Государственным Органам Власти Муниципалитетам На что Следует Обратить внимание Самим Общественникам Где есть Необходимость Где есть Прэш Где есть Необходимость Усиления Активности То есть Это достаточно Аналитически Грамотно Составленный Документ Который Может быть Путеводителем Для любого Интересующегося Человека Гражданским Обществом Путеводителем Что происходит С нами Что происходит С обществом Вот я Об этом и говорю Это достаточно Разные Парадигмы Действия Следовательно Не будучи Не имея Общих тем Федеральная палата Региональная Они мало Соприкасаются Так может быть Федеральная палата Нужно опуститься На землю И как-то Излагать Более понятно Свои мысли И взаимодействие Налаживать Нет Я не сказал Что там мысли Излагаются Недоходчиво Я говорю Что там Формируются Они законодателем Это институт Является законодателем Моды Если хотите В развитии Гражданского общества Кому Если не им Членам общества Платы России И самому Институту Не формулировать Какие же На сегодняшний день Тренды Развития А что все-таки Должно произойти Чтобы эти связи Наладились А я говорю о другом Нам действительно Надо найти Общую повестку Нам нужно Найти общую повестку В этом смысле Есть куда развиваться У нас есть Достаточно сильно Развитие Определенной Общественной Организации В различных Сферах По сфере Защиты Интересов Инвалидов Детей Инвалидов Социализации Определенных Сфер Определенных Групп Людей Вопросы Тоже Дорожного Контроля И вообще Вопросы Контроля Общественного Эти Примеры Они являются Достаточно Достаточно Успешными Их можно было бы Тиражировать На федеральный уровень Их можно было бы О них говорить А что мешает Говорить об этом Вам как представителю Кировской области Нет смотрите Смотрите Я безусловно При первой же возможности Я об этом говорю Но есть просто Говорить Одно Есть Ставить задачи И добиваться Их решения Это еще Второй аспект Еще другое Вот эти гражданские Активисты Которые в той или иной Сфере Что-то придумывают Свою И пытаются Это реализовать Они пассивны С точки зрения Развития Собственного проекта Вот мы здесь Должны прерваться На буквально Короткий Промежуток времени Через одну минутку Снова в студии Напоминаю Что вы слушаете Особое мнение Член общественной Палаты России Тахира Мамедова Продолжается программа Особое мнение Член общественной Палаты России Тахир Мамедов Его высказывает Сегодня меня зовут Светлана Занько Я пыталась В перерыве Тахира Алич Что же происходит Почему Не существует Достаточно Коммуникации И трансляции Тех идей И знаний И практик Которые формулируются На уровне Общественной Палаты Российской Федерации И В региональную Общественную Палату Потому что Мне так казалось Что все Достаточно просто Там общий взгляд Там аналитика Там серьезные Умы Там стратегия И дальше Она должна Как по паутине Из центра Раз мы говорим Голизонтальных Связях Разбегаться В регионы И регионы Должны это все Впитывать Воспринимать И применять Получая уже Конкретные Например решения Корректируя Как-то здесь На земле Вот я не понимаю Почему Этого не может Произойти Я вот тоже Сказал Что это Разная Повестка Давайте так Возьмем На конкретных Примерах Вот оставим Формулирование Системы Развития Развития Системы А может попроще Как-то Мне кажется Мы запутали Уже наших слушателей Но я не знаю То есть вы говорите В Российской Палате Все прекрасно Там большие умы Все делают А здесь Чего наши умы Не способны Воспринимать то Что делают Большие умы В России Где-то да Где-то да В некотором смысле да В некотором смысле Заняты совершенно Другими проблемами Которые Ну знаете За деревьями Иногда не видно леса Но мы сегодня С вами Действительно Можем Теоретизировать Сколько угодно Давайте я вам скажу Практические примеры Вот что мешает Нашим гражданским Активистам У которых есть Замечательные проекты Почему бы эти проекты Не рекламировать На уровне федерации Не получать На эти проекты Средства Для дальнейшего Его развития Например Дорожный контроль Например Например Вот наши Значит Молодые мамы Создали Дорогу Дорогу и добра Да Организация Дорогу и добра Почему бы им Не подать На несколько миллионов Рублей На федеральном Уровне Они пишут На гранты И пытаются На них жить Каким-то образом Так понимаете Почему они Допустим Я вот Используясь Случаем Возможности Сейчас выразиться По этому поводу Высказаться Я обращаюсь Тем гражданским Активистам Кому необходимо Создать на федеральном Уровне У экспертного Сообщества Определенное Печатление Если хотите Мы можем Это сделать Но сделать Некое паблисити Этим проектам И продуктам И мы можем Обратиться Напрямую Этим экспертам И обратить Их особое Внимание Тут никакого Ангажирования Абсолютно нет Это все нормально Допустим На одном из Пенарных заседаний Я стою Выступаю Что собственно Делаю Кстати Я поняла Тухи Вас мало Использовать в своих Интересах Наши руководители Я приезжаю туда За это мне не нужно Как говорится Никаких Ни дорогу А им надо Самим Я понимаю Насколько сейчас Сложная ситуация Купить билет Приехать в гостиницу И так далее А мы Молитяне могли бы Использовать Просто человека Который и так И так туда ездит И имеет Безложную скромность Громадное количество Контактов И с людьми Могу пообщаться Почему бы это не сделать Я На каждом Пленарном заседании Общественной палаты Кировской области Говорю об этом На каждом Пленарном заседании При первой возможности На заседаниях Если я бываю Там советы И так далее Я говорю об этом Люди Давайте работать Над проектом Вы сделали Замечательные Проекты Замечательные проекты Давайте мы их Будем двигать На российском уровне Если даже Вы ничего не получите От этого Но все равно Ничего не потеряете Однозначно В смысле финансовом В смысле Если ничего не получите Давайте так Сейчас резюмируем Здесь Нужно использовать Тахира Мамедова Член общественной палаты Российской федерации От Кировской области В своих целях Хороших НКО В своей практике Продвигайтесь Через нашего представителя Телефон Тахира Алейча Есть В общественной палате Кировской области Все напрямую Я знаю Вы заикнулись Об этом тоже На двенарном заседании О том Что сейчас идет работа Над проектом По межнациональным отношениям Вы это анонсировали Подробно не рассказали Знаю Что сейчас он рассматривается На уровне Временно исполняющего Обязанности Кировской области Могли бы вы Поподробнее рассказать По крайней мере Хотя бы об идее Я знаю Что конечные результаты Описывать не хотите Но хотя бы об идее Этого проекта Ну разве что Как вы сказали Светлана Я еще раз заикнусь об этом Потому что Чтобы не сглазить Пока проекта нет здесь Поэтому об этом Говорить наверное рановато Вы правильно сказали Что у нас был разговор Значит С Игорем Васильевым Нет У нас был разговор С Владимиром Андреевичем Бекетом Бекетом Который отвечает За взаимодействие Информационную политику Информационную политику И взаимодействие В данном случае С институтом гражданского общества Я как смог Представил Этот проект Это проект Коллег из общественной Платрайской федерации И президентского совета По междунациональным отношениям Касается Одной такой сферы Как социализации Второй волны Эммигрантов Это очень важный вопрос Вот И вот Это вот то О чем я всего лишь Хотел бы заикнуться Хочу единственное что сказать Придать определенный вес Насколько этот проект Интересен Безусловно Он одобрен Я могу об этом сейчас сказать До администрации президента И будут способствовать Реализации проекта В четырех В четырех Округах Федеральных И в каждом Из этих округов Будет выбран Один субъект Наш округ тоже попадает Наш приборожский округ И соответственно Если Будет поддержка Со стороны правительства Области То Кировская область Одна из Первых В очереди На получение этого проекта На территории нашего региона Что это даст Какие результаты На сегодняшний день Как выразился Владимир Андреевич Что это на Идейно-контентном уровне Действительно Так Мы сейчас Прорабатываем Дленные Мероприятия Проекты Вокруг Этой идеи Мы это на уровне Аккурата Российской Федерации Да Мы взаимодействуем В частности Это идея Родители Идеи Иосифа Евгеньевича Он член президентского совета По международным отношениям И возглавляет Соответствующую комиссию Общества Под Российской Федерацией Вот Он достаточно известный эксперт Практически каждый день Его видно Слышно Вот И когда будет Действительно Дано Добро И я думаю Что в течение После этого Добро Сегодня-завтра В течение недели Дней десяти Мы здесь соберем В Киевской области Представительное Сообщество Экспертное И безусловно И безусловно Надеемся Вас пригласит Тоже Видеть там И мы все расскажем Уже как Все это будет реализовано Рассчитано На полтора-два года На полтора-два года Для того Чтобы мы Например Гипотетически Там Правительство Рассмотрело И сказало Да Нам это нужно Чтобы мы попали Вообще В эти пилотные регионы Нам нужно Представить Как-то ситуацию Которая в нашем регионе Существует В отношении мигрантов Да Безусловно У нас будет Это все проработано На это На эту социологию На этот мониторинг Безусловно Будет направлено Первые Несколько Месяцев Достаточно Много усилий Средств И так далее Так что Все это будет По уму Я думаю Что все будет Очень здорово Но для этого Надо работать Вопрос как раз В средствах На социологию В проект федеральный И кстати Главным Тоже вопрос Обсуждали Что Кировскую область На сегодняшнее состояние Не очень Здорово Чтобы сейчас На что-то еще Отвлекаться Нам было Вот я Обсудил Коллегами В Москве Сказали Что да Безусловно Регион На это Ничего тратить Не должен Федеральные Деньги придут На все этапы Проекта Реализации Проекта Думаю Что да Это президентский Грант И грант Нужно будет Оттуда Получать На грант На какие-то Целевые Проекты Тахир Мамедов Член общественной Палаты России У нас в студии Его особое мнение И еще один вопрос Что касается Проекта По межнациональным Отношениям Это было бы здорово Если бы он был Реализован Если все так Как вы говорите Но вы изнутри Знаете ситуацию С мигрантами Насколько еще раз Кировская область Такой проект Необходим С вашей точки зрения Знаете Я не могу Сказать Что в каком-то Смысле Кировская область В Кировской области Эта проблема Стоит остро Моя идеология Когда я Своих коллег Просил И рассматривать Кировскую область В том числе Заключалась в том Что мы уже нашли Общий язык Коллегами И мы говорим На одном языке Нам очень приятно Я участвую Во всех этих Мероприятиях В качестве эксперта Это вот с одной стороны Мне это часто С точки зрения Интересно Как содержательно С другой стороны Если это где-то Будет происходить Почему бы Наша область Не взять в качестве Примера То есть мы не являемся У нас не стоит Этот вопрос остро Мы не хуже И не лучше Где-то даже других То есть где-то Среднестатистическая Область Регион Где все эти вопросы В том числе Имеют место быть Давайте рассмотрим Это на примере Кировской области Почему бы и нет То есть здесь Каких-либо Особых Предпочтений С точки зрения Проблемности Региона Абсолютно не было Вы очень правильно Задали вопрос Совершенно верно Нет Это как вот Так сложилось Почему бы и нет Понятно Особое мнение Члены общественной палаты России Тахиром Амедов Напоминаю Вы слушаете И у нас есть Буквально Пара минут Поэтому Наверное Можно быстро Кратко Ответить Вопрос касается Андрея Усенко Который второй раз Выбран Членом Развороты Тоже пояснял Но Примечательный Его комментарий К своему возвращению Который он дал Порталу Слой Кировский Он говорит Что конфигурация Государственно-политической Системы В целом Изменилась В этом контексте Я вижу Что нужно делать Что вы думаете Он имел ввиду Ну Вы только что Сказали Что вы его спросили Вот мне на самом деле Было бы интересно Услышать Я по конфигурации Его сегодня не спрашиваю Ну вот очень жаль Надо было его и спрашивать Что он имел ввиду На самом деле Для меня Не очень сложно Гадать Что же Андрей Ленич Имел ввиду Говоря о новой конфигурации То что у нас Новые люди Пришли Это понятно Да Ну Вот Насколько Вот мы с вами Будучи членами Нет Вы члены Вообще Сапалтики Суббасси Я Я федеральный Общественный Вы услышали Одну секунду Вы услышали Что говорил Владимир Андреевич Что Да Что Вот практически Все что он говорил Это соответствует И уставу Там Вернее Регламент общественного Платит И закону Все замечательно Вот в этом смысле Надеюсь Будем работать В каком смысле Будем работать Согласно уставу Или будет Какое-то Личное участие Нового руководства Региона И оно заинтересовано В существовании Крепкой и сильной Общественной палаты Можно уже сейчас Сделать вывод Я в этом абсолютно Не сомневаюсь Потому что Любому Любой власти Необходимо Мнение Авторитетной Общественности В том числе Для того Чтобы Для принятия И популярных И непопулярных Решений Чтобы можно было Опираться Можно было Некий И получить Если хотите Обратную связь То есть Вы хотите Сказать Что Вы же встречались Насколько я знаю И с Рио Встречались Нет У меня не было С Бекетом Встречались У вас сложилось Впечатление Что этой Новой Пришедшей сюда В регион Власти Важно Слышать Общественное мнение Да я даже В этом Не сомневаюсь Хорошо У меня такое Во всяком случае У меня был С глазу на глаз Разговор С Владимиром Андреевичем У меня осталось Очень Серьезно Говорю Без прекрас Очень Замечательное Впечатление От общения И я надеюсь Что это впечатление Даже превратится И в совместную работу Это вселяет нас Надежда Нет Уверяю вас Это искренне Мы сейчас Прервемся На короткую рекламу Через 2 минуты Снова в студии Напоминаю Это особое мнение Член общественной палаты России Тахира Мамедова Это программа Особое мнение У микрофона Светлана Занькова Член общественной палаты России Тахира Мамедова Сегодня его Высказывает Своё особое мнение Тахира Мамедова Продолжаем Некоторые эксперты Я могу даже Пофамильно Перечислить Роман Титов Руководитель УНФ Кировской области Дмитрий Русский Депутат УЗС Вчера Багир Шарифов Член группы По контролю за дорогами Высказывались В связи с С переходом Владимира Васильевича Быкова С должности Главы города На должность Предполагаемую Спикеру ЗС Он же еще не избран Высказывались На тему И в связи Понятно С переходом Нового руководства Области Что Будет меняться Полностью Власть В городе Кирове Что Выстраивая Вертикаль Власти В регионе Игорь Васильев Продолжит Это строительство Обязательно В городе Помятую о том Что Никита Юрьевич Белых не вмешивался В дела города Практически совсем Да Такая была позиция А Вы Какой точке зрения Придерживаетесь Точки зрения Что Будет он Менять Или нужно Вмешиваться И я не совсем Понятый вопрос Во-первых Нужно ли вмешиваться А потом Станет ли он Это делать Вы знаете Как Придчивоязыц Он это Васильев Да Я понял Я Хочу сказать Как Придчивоязыц Практически Во всех регионах Российской Федерации Происходит Это Противостояние Руководства Региона И Главы Основного Или там Столичного Города Это Это конечно Ненормально Это не дает Возможности Для развития Ни области Соответственного Региона Ни главному Городу Соответствующего Региона В этом случае Бывает другая Ситуация Они договорились Ты ко мне Не лезешь Я к тебе Да Есть разные Конфигурации Насколько я понимаю У нас как раз Была При Руководстве Предыдущего Губернатора Была как раз Ситуация Не вмешивались Регион Региональная Власть Не вмешивались Дела города Все Хорошо ли Это Пожалуй Нет Потому что Как правило Наиболее Волнующие Людей Проблемы Региона Как правило Они происходили И происходят В региональном центре Ну то бишь В данном случае В Кирове Возьмите Любые Там Проблемы Связанные С Скверами Там Парк Строительством Совершенно верно Так это и есть Здесь происходит Концентрация Всех Болевых Точек Потому что Точки Решения Проблем Тоже Находятся Здесь В этом Смысле Но при этом Опять-таки Давайте Мы Будучи Законопослушными Гражданами Возьмем Там С принципа Федерализма Российской Федерации У нас есть Федеральный центр У нас есть Субъект Федерации Так или иначе Имеющие Свои Конституционные Права Обязанности То же самое Касается Муниципальной Власти И в этом Смысле Эти ветвы Разведены Какое Соломоново Решение Будет найдено Новым Руководством Региона Конечно Хотелось бы Чтобы А И убрать Вот те Несприятные Вещи Когда Происходит В региональном Центре В Киеве В данном случае Ситуация Вот я По своей памяти Могу вспомнить Там С ларьками Было Очень серьезное Было Общественное Волнение По сносу Ларьков Да По сносу Ларьков Я Не являюсь Сторонником Что у каждого Этот ларек Стоял Но ситуация Была такова Что в тот Перед Как раз Был Достаточно Жесткий Кризис Это Восьмый Девятый Десятый Год Последствия Кризиса Нужно было Дать Люди Немножко Прокормиться Хотя бы Некоторый Период Времени Там Не оставлять Безрабат Работ И так далее Тогда Региональные Власти Практически Не стали Вмешиваться Или Была позиция Такая Что Мы им Посоветуем Но Как они Поступят К сожалению От нас Мало Зависит Я Не сторонник Такого Подхода То есть Мы живем В одной Семье Которая Называется Киевская Область Наверное Все отвечают Ну и Повсеместно Влезать В дела Тоже Наверное Неправильно Тут Есть И Объективные Субъективные Моменты Вот Давайте Еще один Пример Приведу К нам Приехали Комиссии Значит Мои коллеги Из общественной Платы России В частности Руководитель Комиссии По ЖКХ Значит Человек Известный По всей России Он сказал Что Что у вас Творится С архитектурой Я просто Не понимают Каждый Приезжающий В этот город Задает Нам Такой Вопрос Да Но Да Понятно Что Это Эти Вопросы Прерогатива Городских Властей Но Пожалуй Наверное Руководству Региона Все таки Есть Смысл Вмешиваться Потому что Лицо Не только Город Киров А лицо Это Все его Регион Вот Тут Есть За и Против Гораздо Это Все надо Инвентаризировать И Как В Конституции Разведены Эти Полномочия Их Наверное В некотором смысле Даже следует Обсудить Закон Законом Да То есть Не нарушая Базовые Принципы Заложенные В Конституции Все таки О чем-то Надо договориться Чтобы Это Не было Разные Царства Вот Мое мнение А вот Можно пару слов Сказать Насчет Предвыборной Компании В Кировскую Городскую Думу Следующего Года Да И Насчет Выборов Нового Мэра Среди Всей Этой Компании Да Депутатов Которых Изберут Я имею Ввиду Вот Ну просто Когда уходит Человек Который Сколько Десять лет Владимир Васильевич Был На этом Посту Всегда Некая Растерянность Потому что Никогда Не была Видна За одним Лицом Скамейка Запасных Всегда Владимир Васильевич Был впереди Он был Вывеска Такая Во всех делах Он резал Ленточки Произносил речи И в докладе Говорил Что вот Достижения За время Моей власти Даже Перескоков Когда пришел Было принято решение Что Перескоков Все-таки В тени Он сильно Не пульсирует В СМИ А Быков Обо всем Рассказывает И вот Когда уходит Такой человек Все в подвешенном Состоянии А кто А кто Будет лицом Кто будет Лидером Номинальным Или натуральным Как это все Будет выглядеть Вот сейчас У вас есть ощущение Что пуста Скамейка Запасных Знаете Я не могу Сказать Что у меня Есть ощущение Что ах Кто же Придет И что же С городом Случится Мы не плачем Просто интересно Нет На самом деле Я с вами соглашусь Что В доме Не было Столь ярких Людей Которые бы Могли Претендовать Но Область у нас Большая У нас есть Законодательные Собрания Кировской области Люди Которые являются Депутатами Могут себе позволить Наверное С целью Перейти в Украинство Избравшись Сейчас в УЗС А не перебут Это не исключаю Тоже Условно говоря Я это тоже не исключаю Но все таки Так они и сами Наверное будут метаться Кто-то подскажет Вы знаете Вот как бы Не выглядело Все так Вот сейчас Сказали про Лавиа Васильевича Что он ленточек Разрезал Лечек говорил Вот эта роль Она все таки Представительной власти Нашего города Я больше смотрю На деятельность Отдельных управлений Муниципальным образованием И администрации Не депутатов И депутатского корпуса И их главы Каковыми являлся Владимир Васильевич А именно На подразделение Нашей городской администрации Вот как они там будут работать Кто будет заниматься Теми или иными вопросами Вот это меня больше Слышно Они как работали Так и работают Ну вот и замечательно Вот и слава Богу А другое дело Что все прекрасно Все таки Владимир Васильевич Я же не сказала Что он только ленточки перерезал То что влияние Быкова На все что происходило В городе Было очень значительным Никто не оспаривает Это всем известно А я это имела ввиду Да и сказали Потеряется ли это влияние Безусловно да Человек уходя Из городской администрации Как говорится С какой стати Подразделения Муниципалитета Будут Город Киров Будут Прислушиваться его мнению Абсолютно Логично Что он потеряет влияние А кто будет На этом посту Все таки я думаю Вот это возвращаясь В предыдущем месседже Нашего разговора Что новые Власти региональные Они все таки будут Влиять на этот процесс И это правильно Здесь ничего Нелогичного Я не нахожу Последний вопрос В Кирове Состоялась первая встреча Местных жителей Представителей Профессиональных сообществ И правительства области По поводу Судьбы парка Имени 50-летия ВКСМ Дворец мемориал Мы вспоминаем И вот Кстати говоря С подачи в Рио Общественные обсуждения В эту пятницу Утром состоялись Там собрались Общественники Местные жители Архитекторы Представители Образования Департаментом Абминистерства образования Поскольку это Образовательное учреждение И стали обсуждать Что делать С этим С этим парком С этой территорией Вот на моей памяти Таких обсуждений По поводу Судьбы парков Не было С задачей Комплексно решить Этот вопрос Вы это оцениваете Как некое событие Оно вселяет В вас Какую-то надежду Знаете Я бы С вами Не согласился Что это Единственный случай Надо посмотреть Даже Когда мы Я был Общественной Творкинской области Мы совместно С региональным Правительством И администрацией Города Проводили Общественное слушание По разным вопросам В том числе По озеленению По вопросам Экологии По вопросам Там От ОБО И так далее У нас были И по закону Я сейчас имею в виду Конкретно У меня сложилось Ощущение Что это Обрабатывается Новый механизм Управления Конкретно парками Это не Единичный случай Все-таки Но сейчас нет Ничего У нас нет Даже паркового Хозяйства В этом структуру То, что Сейчас Это происходит Это произошло Это Безусловно Я расцениваю Как замечательный Факт Как Скажем Некий сигнал Достаточно Позитивный сигнал Вот Но Было бы интересно Дождаться Чем это все еще Закончится Мне бы очень Хотелось Чтобы Это закончилось Позитивно Для людей Которые там Собрались И для Судьбы этого парка Потому что Вот у меня есть Достаточно Такой Осадок Неприятный От предыдущих Некоторых наших Общественных слушаний Когда мы Говорили Вот про Алые паруса Которые Сейчас там стоит Огромный Звездолет Мы говорили Ну в общем На разные темы Говорили Я сейчас Все Перечислять Нет смысла Что Тысячами Были подписи Собраны Людей Не только Проживающих Микрооргина Вообще На это Менение Было Это Менение Было Игнорировано Вот Но я Сейчас Вот Я просто Хотел бы Дождаться Сам Факт Проведения Подобного Формата Мероприятия Можно только Поприветствовать И только Радоваться Этому Чем Закончится Вот Все Это Конечными Итогами Во что Это Выглядится Вот Когда Мы получим Результат Тогда Это будет очень показательно Тахира Ильич Потому что Это территория Областная Так В том то и дело Все предыдущие В основном мероприятия Были территориями Муниципальными И Мы знаем Как проходили Эти В кавычках Общественные слушания Туда Загонялись Сотрудники Администрации Города И вносились Те решения А здесь Областная земля И правительству Придется Каким то образом Решать этот вопрос Посмотрим Как они Откликнутся На инициативу Гражданского общества Будем Очень рады Спасибо Это было особое мнение Члены общественной палаты России Тахира Мамедова Я Светлана Занько Прощаюсь с вами До свидания Спасибо Всего доброго